Период активности клещей в каждом году может начинаться по-разному. Все зависит от климатических условий. Клещи появляются весной после таяния снега, прогревания воздуха. Это может быть как конец марта, так и начало апреля. Но общая активность наблюдается с апреля по октябрь месяце. Однако в этом году первые случаи укусов клещей в Иркутской области были зафиксированы уже в марте. Подходит к концу период у нас заболеваемостью РВИ, но переходим и в другой период. Это период укусов клещами. Город Саянск, так же как большая территория Иркутской области, находится в природном очаге вирусного клещевого энцефалита. Укусы клещами уже на территории активно регистрируются. Пока зарегистрированы 19 случаев, но это только тех, кто обратился за помощью. А сколько еще людей у нас остается дома, самостоятельно вытаскивают клеща и остаются без лечения. В Саянске в прошлом году у нас укусы клещами начали регистрироваться в середине апреля. В этом году с аномально теплой погодой может быть этот период немножко сдвинется. В нашем регионе, по данным медиков, вопрос защиты от опасных вредителей стоит очень остро и противостоять массовому заболеванию можно при помощи вакцинации. Предусматривается три прививки с промежутком в один месяц. Защититься от вирусного клещевого энцефалита можно вовремя провести, проведя профилактическую прививку. Против вирусного клещевого энцефалита необходимо прививаться в осенний период, первую вакцинацию, вторую вакцинацию ставят в весенний период и ревакцинацию проводят через год и последующую ревакцинацию для поддержания уровня иммунитета каждые три года. В настоящий момент в нашу больницу поступила вакцина. Все желающие детки могут проходить в поликлинику, чтобы поставить прививку. Желающие пенсионеры также могут обращаться в поликлинику, чтобы получить вакцинацию. О безопасности стоит помнить всегда, но бояться панических клещей не стоит. Заразными являются не все, а при своевременном обращении к специалистам риск заболевания снижается, либо болезнь протекает без осложнений. Сегодня на большинстве предприятий работодатели заинтересованы в сохранности жизни и здоровья своих работников, поэтому они активно закупают вакцину, прививают своих сотрудников. Также, если взрослое население желающее привиться, они могут покупать вакцину в аптеках нашего города. Цена варьирует рублей от 600, и приходить в поликлинику, получают допуск к вакцинации, проходят прививочные кабинеты и прививаются. Но очень такой один момент, на который нужно обратить внимание, при покупке вакцины ее необходимо хранить соблюдением холодовой цепи. По словам специалистов, клещи проявляют активность днем, предпочитают солнечную поляну, безветренную погоду, влажный воздух. Обитают в большинстве случаев в высокой траве зарослях на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Существует такое мнение, что клещи на людей падают с деревьев, но это не так. Клещи находятся в траве, особенно в зарослях сухой травы, в кустарниках, поэтому если вы посещаете лес, необходимо идти строго по центру тропинки, не нужно лезть в чащи, в дебри. Для лесных прогулок и отдыха на природе специалисты рекомендуют подбирать закрытую одежду. Ворот должен прилегать к шее, футболку желательно заправить в брюки, рукава и штаны должны быть длинными. Обувь лучше обуть резиновой, желательно высокие сапоги. Если одежда будет светлой, то вам не составит труда разглядеть ползущего по ней клеща. Если же все-таки появляется у вас такая необходимость посетить лес, поехать на дачу, в этом случае необходимо одевать либо специальный костюм, если у вас нет такого костюма, можно приспособить обычную одежду. Для этого нужно выбирать рубашки с плотно перелегающими на рукавах манжетами, брюки также с манжетами, брюки заправлять в сапоги, рубашку заправлять в брюки. Также у нас в аптеке сейчас продается очень много различных репеллентов, это средства отпугивающие клещи, это как спрей, так и мази. И обязательно после возвращения из леса необходимо проводить самые взаимоосмотры. Клещи очень любят лиственные леса с преобладанием березы, осины и липы, как правило, это низменности, но и раз даже со следами небольшой заболоченности. Такие места самые привлекательные для клещей, но также они обитают и в смешанных лесах, и даже в городских парках. Многие считают, что клещ может укусить только где-то в лесном массиве, что это в основном подвержены садоводы, вернее, дачники, охотники, но это не так. Вот в прошлом году у нас регистрировалось укусы и в черте города, это около 70 укусов. Поэтому если вас укусил клещ, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, не стоит пытаться вытащить его самому, смазывать его маслом. Необходимо в этот же день обратиться либо в поликлинику, либо в приемное отделение, специалисты окажут вам всю необходимую помощь и обязательно назначат профилактическое лечение. Самостоятельно определить, заразный клещ впился или нет, невозможно. Их внешний вид и окрас не зависят от того, заражены они или нет. Если укусил инфицированный клещ, своевременное лечение может спасти жизнь пострадавшего. Поэтому при обнаружении клеща на своем теле не стоит пытаться на глаз определить, зараженный он или нет. Это все равно невозможно. Его необходимо сразу отнести в лабораторию, где и проведут исследование насекомого.